Вы вкладываете большие деньги и по моему мнению должен быть результат, но его пока нет. Спасибо, я с ним поговорю. Обязательно поговорить. Обязательно, не сомневайтесь, обязательно поговорю. Давай поговорим. Не забудьте поговорить. Да-да, я поговорю с ним обязательно. Какой князь носил прозвище Мономах? Спериомах. Раз. Два. Папа, я Николай! Звуки! Нет, только не Танос, пап. Танос правда дорогой. Давай руку. Папа, папа нет! Не сытый левша. Кто был по профессии сварок? Нет! У меня, прикинь, батя короче видеокамеру мне в комнату поставил, теперь с работы за мной мониторит. Нифига себе, слава богу, у меня не такой псих. Везет, блин. Алло. Ты где? Дома. Нет, тебя дома. Ну-ка быстро б***ь. Все хорошо пап. Прощай друг. Прощай. Шевелись! Было время и я радовался, что дневник стал электронным. А теперь что? А теперь я вижу, что ты один тупой. У всех четверки-пятерки, ты один-два. Я в школе учился хорошо, бесплатно. А, молодец. А я бесплатно учился плохо. А если надо было подтянуть, платили? Да, справедливо. Спасибо. Присаживайся. Спасибо, он постоит. Вы единственный, кто не сдал деньги на шторы. Да. Почему? Кушать хочется. Особенно мне. Не ври, ты в понедельник ел. Запомни, сейчас без образования никуда. Билл Гельц не имеет образования. А там всем дуракам дороги открыты. Ты вспомни хоть один пример из России. Вот именно. Вон, посмотри, что умные люди сделали, пока ты в доту рубился. Компания Antares возит автомобили из Японии и Кореи с 2013 года. Вот ты что 10 лет назад делал? Так... Ничего, а пацаны активно развиваются и уже выходят на китайский рынок. Джили Курлей? И не только. Ребята работают по договорам и доставляют машины по всей России. Даже в Омск? А чё Омск? Доставка из Японии в РФ 1 месяц. Комиссия всего 30 тысяч. А у конкурентов 40. Ссылочка в описании. Заходи, заказывай. Ссылочка в описании. Вот, сынок. Держи. А ты же всегда был против шпура. Я не знал, что у тебя вообще нет мозга. Мои мысли, мои свыклоны. Что случилось? Вопросы не те попались. Контрольная по физике была. Жесть. Сыночка, ну ты пойми, мне не жалко никаких денег на твою учебу. Что я могу пойти помыться? Сын, ну просто скажи, что ты будешь делать, если не сдашь ЭГ? Пойду в армию. Ну а как? Как ты туда пойдешь без ног? В смысле? Я же тебе их вырву. Если я плачу деньги, какого хера они ставят двойки? А если я не ставят двойки, какого хера не возвращаю деньги? А какого хера, если не возвращают деньги, я продолжаю платить то. А если ты такой лох, какого хера я тебе отдаю балди? За друзей. Я знаю, для многих оплата учебы в школе это не посильная ноша. Да, жена уже на трех работах вкалывает. Поэтому существует стипендия для отличников, которые покрывают все расходы. Поговорите с сыном. Давай поговорим. Ну и что мы сюда пришли, пап? Сынок, я хочу тебе просто объяснить, что всегда есть выбор. Да исправлю я двойку. Исправляй сыночка, исправляй. А то я исправлю свидетельство о рождении. Да вообще я не понимаю, какая наша вина то, что школы платные сделали. Да в том то и дело, что никакой. Они, блин, голосуют за этих фурдурков, которые принимают дебильные законы. А мы что виноваты? Правильно, бро, я вообще не буду делать. Понял уроки и все. Я тоже не собираюсь. Братан, все, пошли они, ну. Конечно, блин, я вообще ничего не собираюсь сделать. Запятые не ставятся, если перед причастниками причастниками на оборотах. Пап, ты плачешь? Брус, я не знаю, как ты будешь учиться, когда на работу-то выйдешь. На работу? Я же гибень вообще не понимаю, мать вам живой белизной чистит. Придется нанимать лепетитора. А то, пап, я сам смогу. На первой тройке. Двойке. Кипец, ты не сможешь. Ставь лайк, чтобы такого не было. За вас, за вас. Давай поговорим.